В Наринмаре прошло заседание постоянного комитета парламентской ассоциации северо-запада России по делам севера и малочисленных народов. Участие в работе приняли законодатели из восьми регионов федерального округа. Они рассмотрели ряд обращений к председателю правительства. Кроме этого, парламентарии поделились опытом по вопросу подготовки преподавателей языков малочисленных народов. Представители парламентов Республик Карелия, Комик, Санкт-Петербурга, Мурманской, Ленинградской, Калининградской, Псковской областей и Ненецкого округа обсудили ряд законодательных инициатив, касающихся интересов и поддержки жителей Крайнего Севера. В числе вопросов предоставление субсидий с федерального бюджета на покрытие части расходов, связанных с функционированием отделений почтовой связи, расположенных в районах Крайнего Севера. Позиция Почты России, которая отказывается пользоваться этим механизмом для поддержки почты на Севере, она просто вызывает удивление. Это не государственный подход абсолютно. Парламентарии предложили вынести инициативу о субсидировании всех почтовых отправлений для отделений Почты России, работающих в условиях Крайнего Севера, чтобы впоследствии она была закреплена федеральным законодательством. Еще один вопрос – подготовка преподавателей родного языка. По мнению депутатов, национальные языки нужны и важны. Их должны изучать в школе, но делать это надо не в принудительном порядке. На опыте депутат из Коми Республики Алексей Чупров рассказал, что родной язык в его регионе изучают не только школьники, но и взрослые. Те люди, которые в госорганах работают, власти 20-25% доплаты идут зарплаты, если они издают, они издают. Между тем, по словам начальника управления образования Лианы Храповой, в Неницком округе острой нехватки преподавателей неницкого языка нет. Все школы, в которых программы обусловлено преподавание этого предмета, укомплектованы. Средний возраст учителей родного языка Неницкого – 47 лет. Я вчера дважды об этом озвучила. Сегодня я озвучиваю об этом третий раз. Почему я говорю об этом? Потому что в рамках той пенсионной реформы мы понимаем, что учителя, они в принципе, они работают очень длительно, даже и без пенсионной реформы учителя с высоким возрастом. Они продолжают, и у них свобода, пожалуйста, право выбора, работать или не работать. И поэтому говорить о вакансиях на сегодняшний день, я тоже не могу сказать, что у нас очень много вакантных мест. Впрочем, обучение национальному языку может происходить и вне школы. Таким подспорьем в этом непростом деле может стать, например, радио и телевидение. Можно просто поступить на таком уровне бытовом и поступать. И некоторые есть там южные народы, они так делают. Это можно просто взять любой вирусный мультфильм с большим количеством диалогов, как «Смешарики», например, и отдублировать его на Нениском. Это недорого. Все законодательные инициативы, рассмотренные в ходе заседания, помогут выработать единую позицию по многим вопросам, касающимся интересов жителей Северо-Запада. Решение очень действенное, потому что они изначально предполагают объединение мнения субъектов Российской Федерации в этом вопросе. И голос многих лучше слышен, чем голос одного субъекта или одного органа законодательной власти. В рамках работы парламентской ассоциации запланировано посещение Наринмарской гидрометстанции. Состояние рабочих мест и размеры заработной платы гидрометеорологов, работающих на Крайнем Севере, станут темой следующего комитета, который состоится в Архангельске.